приветствую вас мои дорогие подписчики также приветствую всех гостей своего канала наконец-то я довязала свой недовяз если быть точнее то довязала я его уже давно у меня просто не хватало времени чтобы смонтировать видео связи с такими неблагоприятными событиями которые сейчас происходят многие учреждения также детские сады не работают я же работаю в обычном режиме и все свое свободное время выходные я посвящаю ребенку в целом кардиганом я довольна несмотря на небольшие косяки которые здесь присутствуют о них я говорила ранее если вам понравился кардиган и вы решили присоединиться то ссылочки на первую вторую часть я оставлю в описании но если вы уже вяжете вместе со мной то давайте будем заканчивать работу один рукав я уже связала второй мы свяжем с вами вместе зоне подмышек никаких дырочек не образовалась убавки практически незаметны после стирки петли станут ровнее и вот такое аккуратное эластичное закрытие резиночки 1 на 1 длина рукава у меня получилось 50 сантиметров изначально когда я снимала мерки длина рукава была у меня 55 сантиметров но я вязала примеряя на себя и так как модель приспущенное плечо рукав получился 50 сантиметров ширина рукава в начале здесь 35 сантиметров манжет 18 переведем теперь сантиметры в петли здесь начале рукава у меня получилось 70 петель я провязала каждую кромочную петлю добавляя дополнительные петли лишь тех местах где они напрашивались вот здесь в районе плеча и в зоне подмышек чтобы не образовалась дырочка в начале рукава у меня 70 петель на манжетах уже 52 первые 10 сантиметров от начала рукава и в конце вот эти 10 сантиметров я вязала неизменно без убавок все свои убавки я распределила но вот этих 30 сантиметров давайте вместе наберем петли и провяжем до первой убавки берем спицы здесь нам потребуется крючок чтобы присоединиться берем пряжу вводим здесь в серединке крючок захватываем нить и завязываем узелок и начинаем провязывать кромочные петли когда наберете все петли обязательно их пересчитайте рукав мы будем заканчивать резинкой 1 на 1 и количество петель должно быть кратно 2 то есть четное число я подошла к плечу здесь у нас все ровненько петельки идут вот наше плечо мне не нравится вот это отверстие вот здесь вот рядышком из этих мест я также буду провязывать петлю вот моя кромочная вот здесь рядышком возьму еще одну теперь из этого отверстия из шва также провяжу одну петельку вот что у меня получилось все ровненько перешли на полочку и продолжаем также провязывать каждую кромочную петлю кромочную петлю я провязываю за обе стеночки не за одну а за две кромочные петли закончились и последние две петли 69 70 я набираю произвольно то есть из тех мест где они напрашиваются вот здесь отверстие 69 и 70 чтобы здесь в зоне подмышек не образовалась дырочка теперь вяжем 10 сантиметров без убавок в рядах у меня получилось 29 рядов первую убавку я буду делать в 30 ряду если у вас другая плотность вязания тогда переведите самостоятельно 10 сантиметров в своих в ряды вяжем лицевыми петлями по кругу неизменно на высоту 10 сантиметров вязать рукава не очень удобно изделие габаритное но я не люблю швы я практически всегда вяжу или реглан или цель навязанный рукав тем более здесь у меня допущены ошибки в убавках в пройме по другому никак я провязала 29 рядов первый ряд когда мы провязывали кромочные петли я не считаю вот они 10 сантиметров в тридцатом ряду нам нужно будет сделать первую убавку давайте сейчас разберемся с какой частотой я делала убавки дальше я покажу как делать убавки и весь рукав до резиночки мы будем вязать самостоятельно вот мои расчеты первые 29 рядов то есть первые 10 сантиметров начало рукава и чуть более 10 сантиметров в конце рукав я вязала неизменно без убавок то есть все мои убавки расположились вот здесь вот на 30 сантиметрах сделали первую убавку в 30 ряду дальше у меня 2 убавки идут через каждые 5 сантиметров то есть между ними у меня 14 рядов все остальные убавки я делала в каждом десятом ряду каждые 3 сантиметра можете сделать скриншот здесь у меня расписаны все ряды в которых я делала убавку это в том случае если у вас такая же плотность вязания как у меня в одном сантиметре 3 ряда последнюю убавку я сделала в сто двадцатом ряду после убавки провязала еще 21 ряд и после этого в сто сорок втором ряду перешла на резинку 1 на 1 теперь давайте покажу как же я делала убавки вяжу рукав я укороченными спицами на тросике 40 сантиметров в принципе петли нормально здесь распределены но вязать мне все равно неудобно я сейчас перейду на другие спицы на тросике 80 сантиметров и буду вязать в технике magic loop в дальнейшем когда мы будем делать убавки петель на спицах будет оставаться все меньше и вязать укороченными будет неудобно если вы такой техникой не владеете вам придется перейти на чулочные спицы а может с первого раза получится овладеть этой техникой также здесь потребуется два маркера чтобы выделить вот эти две центральные петли относительно которых мы будем делать убавки итак 30 ряд провязываем первую петлю начало нашего вязания и отмечаем это место маркером одну из двух центральных петель мы выделили теперь нам нужно сделать убавку с наклоном вправо относительно вот этой первой петли провязываем две петли вместе лицевой за переднюю стенку продолжаем вязать не довязывая до конца ряда три петли я провязала половину рукава другими спицами вот что получилось одна половина на укороченных вторая на обычных смотрите что делаю дальше укороченные остаются а на длинном тросике спицу я вытаскиваю оставляю этот тросик вот здесь вот справа и продолжаю вязать остальные петли здесь хорошенечко затягиваю петлю чтобы петли были ровные и продолжаем три петли до конца ряда теперь вот эти две лицевые нам нужно провязать вместе с наклоном влево относительно последней петли они у меня классические я разворачиваю их делаю бабушкиной лицевой теперь провязываем их вместе за дальнюю стенку сделали вторую убавку здесь отмечаем последнюю петлю это вторая петля из двух наших центральных провязываем ее лицевой укороченные спицы свободны продолжаем вязать до очередной убавки то есть до сорок пятого ряда вытаскиваем рабочую спицу эту задвигаем я уберу маркер потому что могу визуально определить эти две петли через пять сантиметров новичкам я все-таки рекомендую их оставить провязываем теперь самостоятельно всю длину рукава до резинки я провязала всю длину рукава 45 сантиметров сделала все убавки сейчас на спицах у меня пятьдесят две петли мне осталось провязать пять сантиметров резинки один на один одну лицевую петлю провязываем лицевой а вторую изнаночной лицевая изнаночная лицевая изнаночная второй ряд и все последующие ряды резинки провязывать буду следующим образом лицевая классическая а изнаночную буду провязывать за дальнюю стенку так как в первом ряду я провязала изнаночные петли бабушкиным способом лицевая классическая а изнаночную за заднюю стеночку вяжем резинку на необходимую высоту в моем случае пять сантиметров я довязала рукав провязала резинку на высоту почти пять сантиметров теперь буду закрывать петли при помощи иглы есть еще один способ которым я также часто пользуюсь это закрытие через накид к себе накид делаем и от себя можете посмотреть этот способ в интернете новички могут закрыть петли самым привычным способом оставляем хвостик в два два с половиной раза длиннее ширины рукава и заправляем иглу первую лицевую я снимаю изнаночную также снимаю суть закрытия заключается в том чтобы соединить между собой лицевые петли вот так вот лицевые мы соединяем на лице изнаночные петли с изнанки сняли лицевую и изнаночную теперь находим первую лицевую и заходим в эту петлю выходим из следующей лицевой переходим к изнаночным петлям вот она лицевая заходим и выходим из следующей лицевой изнаночной петли вот она лицевая мы в нее заходим и выходим из из следующей лицевой пропуская изнаночную петлю то есть на изнаночной петли мы повторяем все то же самое что и на лицевой что и на лицевой стороне заходим в лицевую и из следующей лицевой выходим заходим в лицевую заходим в лицевую а выходим из лицевой первой заходим в изнаночную и выходим слегка подтягиваем нить зафиксируем ее здесь с изнанки и спрячем в лицевой дорожке можно ну что ж мой кардиган заметно изменил свой цвет он стал намного светлее и приятнее стирала я его в режиме быстрой стирки при 30 градусах сушился на батарее после прогладила под влажной марлей чтобы петли стали поровнее пояс у меня также уже готов здесь без подробностей потому что ничего сложного на спице 4 миллиметра я набрала 10 петель и вязала резинку один на один длина пояса у меня полтора метра все что осталось сделать это шлевки для пояса одна как видите у меня уже готова вторую мы сделаем с вами вместе для начала нам нужно определиться с местом расположения вот этих петелек для пояса я примерила кардиган завязала пояс и сделала отметку маркером с одной стороны дальше разложила ровненько кардиган и при помощи сантиметровой ленты сделала вторую отметку померила вот это расстояние до маркера 22 сантиметра у меня получилось эти 22 сантиметра откладываем на второй полочке помечаем второе значение это длина от маркера до низоизделия здесь у меня 36 сантиметров получилось эти 36 сантиметров также откладываем на второй полочке вторая отметка готова Для стопроцентной симметрии, конечно, можно посчитать петли вот здесь и ряды. Теперь нам потребуется основная пряжа, крючок, ножницы и игла. Нам нужно связать цепочку из воздушных петель. Оставляем длинный хвостик, приличный. Делаем первую петлю. И набираем воздушные петли. Длина цепочки должна быть немножко больше ширины пояса, буквально на полсантиметра. Вот такая косичка получилась. Теперь вот этот нижний хвостик заправляем в иглу. Крючок можно отложить в сторону, он нам уже не потребуется. Теперь заводим иглу в петельку, которую мы отметили. Подтягиваем там изнутри. Первая петля нашей цепочки должна проскочить туда, наизнанку. Теперь наизнанке нам нужно подшить немножко, зафиксировать эту цепочку. Дальше можно спрятать нить вот здесь. Я потом ее спрячу, чтобы не тратить время. Теперь возвращаемся на лицевую сторону и заправляем в углу второй хвостик. Теперь маркер я уберу. Ровненько раскладываем цепочку. Просматриваем визуально дорожку нашу, чтобы мы не ушли ни влево, ни вправо. Раскладываем ровненько цепочку. И снова вводим иглу в петлю. Выводим нить и последнюю петлю цепочки наизнанку. Вот этот узелок. Наизнанке снова подшиваем, фиксируем нить и прячем ее среди петель. В общем, вот такие держатели для пояса у меня получились. Теперь я наверняка его не потеряю, когда захочу расстегнуться. Свой кардиган я также дополнила вот такой декоративной булавочкой. Здесь уже дело вкуса, можете подобрать какую-нибудь брошь. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк. А также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok